Массивы которых в бит выражаются числами Причем дисперсия длина очень большая Можно уточнить, что это такое Допустим, длина массива одного это 1 терабайт, а другого 2 мегабайта А некоторые массивы занимают 2-3 килобайта Как их аккуратно и эффективно записать экономно в память на один носитель? Давать размер под каждый массив равным максимуму Размеров из всех это очень, конечно, неэффективно Разделять их специальной строкой бит тоже проблематично Дело в том, что эти строки надо находить Во-первых, во-вторых, больших массивов Чисто из вероятностных возможностей Могут возникать такие же строки, которые будут нас путать с этими маркерами И поэтому, в общем-то, есть проблемы Мы предложим совершенно другой подход Который, в общем-то, навеян способами Которые используются при формировании пакетов данных Что я предлагаю? Вот у нас есть число n Это число массивов Я рассмотрю число позиций Число позиций В которых можно записать это число n Ну, я буду избегать слов там байты Машинные слова Я буду рассматривать биты То есть битовое представление n в этих позициях Допустим, у всего l Что мы сделаем? Я буду записывать все массивы в одну строку И в первые l позиции Я запишу просто нули Тем самым я маркирую длину записи числа n В следующих l позициях Я запишу само число n Ну, фактически это длина Примерно равна двоичному логарифму от числа n А l это что? Это логарифм от логарифма Что будем делать дальше? В следующих позициях Я напишу Напишу l1 Тоже нули А вот здесь напишу Запишу, вернее, m1 Далее понятно Далее мы пишем l2 m2 и так далее до mn Что дальше? Здесь я запишу Опять же нули Причем этих нулей будет Заранее заданное число s Ну, оно не будет большим Там, допустим, килобайта 2 Нулей А дальше я буду записывать как раз Сами Сами Числа И так далее До последнего Кроме всего я могу здесь записать не m1 Вот здесь, а m1 плюс d1 m2 плюс d2 Если я знаю природу массивов аитых То я могу просто-напросто Заранее знать Насколько могут быть Различные варианты аитых По длине То есть, та длина, которая у нас есть Это может быть не единичный случай А нам может потребоваться перезапись Перезапись этих вещей Записывать тоже очевидно как То есть, первые нули, а дальше значимая часть аитова То есть, нам будет известно Известно d1, d2 и dn Они считаются известными То есть, перезапись мы рассмотрели, в общем-то Быстренько так и понятно А теперь, как дописывать новые Допустим, если я хочу записать число Или массив а n плюс 1 У нас для этого есть Заранее заданный Размер С Так И мы можем здесь записать Ну, новые Характеристики А n плюс 1 А саму а n плюс 1 Дописать в конце То есть, все эти характеристики Однозначно определяют конец этого файла Тогда мы берем Пишем m n плюс 1 Нуля А здесь Мы заполняем m n плюс 1 И дописываем в конце Дописываем в конце Обращаю ваше внимание, что Отрезание Куска от s Характеризует То, сколько раз с ним работали Таким образом Работа С массивами разнородных данных Становится очень простой Для того, чтобы вычислить или работать с каким-то массивом Нам необходимо просто обработать довольно маленький кусок И обращаю ваше внимание, что куски эти По размеру логарифм от логарифма От длины Массива А Это вполне приемлемо Очень трудно придумать Даже Многотерабайтные Массивы У которых Вот эти вещи будут довольно большими И Вычисление Работы с этими массивами Будет требовать всего-навсего Очень простейшей операции То есть для того, чтобы вычислить индекс Надо будет использовать только операцию сложения Нет никаких операций умножения Для вычисления индекса Что позволяет Делать обработку Запись, перезапись И чтение этих массивов Очень легко и просто Следующий шаг Допустим, эти массивы Зашифрованы Допустим, эти массивы Зашифрованы Тогда у нас возникает Очень простой алгоритм Разделения секрета На неравные части Если мы От нашей строки Отрежем Вот этот кусок И отправим по определенному каналу Ну, по дорогому допустим То Попав в руки Вот эта вещь Ну, злоумышленнику Она Не просто не дешифруется А мы не можем найти Вот эти границы Вот эти границы Мы найти не сможем И атакующий Сталкивается С проблемой Не просто дешифровки А дешифровки чего? Какого куска? Вот вкратце я рассказал Некий способ Позиционирования данных При хранении Массивов различной длины У меня все По типу По типу Впровод По типу Впровод Массивов Впровод Впровод Сам www.массивов